Пришли как-то к главе городского округа Щелково пенсионеры-садоводы. Из СНТ Флора-2, что около платформы детская, фрязинской железнодорожной ветки. Жалуются на соседей. На СНТ Восход-4, что протянулось на 3 с лишним километра, аккурат под высоковольтный лэп от микрорайона Щелково-7 до этой же самой железнодорожной одноколейки. Дескать, восходовцы взяли и перекрыли им проезд через свою территорию, по которому они, флоровцы, много лет ездили из города к своим дачам. И теперь они отрезаны от внешнего мира железным шлагбаумом. Глава пообещал изучить вопрос и разобраться. Мы этой историей тоже заинтересовались. Как так-то? Годами бок о бок жили, под одним солнышком растили огурцы с помидорами, одним дождиком поливали, и вдруг чуть ли не война. Не должно так быть. За моей спиной территория СНТ «Восход-4» и тот самый железный шлагбаум, который перекрыл проезд. Впереди железнодорожная ветка Москва-Фрязина, а если налево повернуть, то метров через 400 как раз и будет СНТ «Флора-2». Проект нашего СНТ существует, и никто его не отменял. Он проходит по той дороге. У «Восхода-4» тоже та дорога. Это не их дорога, это их подъездная дорога с города. Представители «Восхода-4» утверждают обратное – это их проезд. Землю, по которой он проходит, они приватизировали в 2018-м. Вот постановление администрации Щелковского района номер 22-95 от 27 апреля. А вот согласование Межведомственной комиссии Минимущества Московской области и рекомендация администрации предоставить участок в собственность СНТ. Собственно, тогда-то отношения и обострились, когда у «Восходовцев» появилось право свою территорию закрыть. После оформления собственности мы собрали общее собрание, где большинством голосов был корум, и большинством голосов мы приняли, что необходимо перекрыть транзитный поток, то есть сквозной проезд. Прежде всего безопасность. Если бы кто-то из вас видел, как «Флора-2» с какой скоростью носится по этой дороге, это не их дети гуляют, это не их родители ходят по этой дороге. Сам пригородов. Он летит так, что мама не горюй. Сейчас постарше стал, немножко постепеннее. У нас же земля передана нам собственность 28 гектар. Утвержден проект межевания уже много лет назад. В этот проект межевания входит дорога и общественные земли. Желание закрыть проезд через свою территорию садовода из СНТ «Восход-4» объясняют не только вопросами безопасности, но и историческими факторами. Рассказывают, что сами прокладывали эту дорогу еще в 60-х годах прошлого века, когда болотистый участок земли вдоль линии электропередач предоставило под коллективное садоводство Фрязинское НПО «Исток». Я здесь с основания, скажем так, с основания всего-всего. С 67-го года. В 66-м я пришел с армии, в 67-м мне подарили здесь, сказать, соседи участок. Здесь тропа была, ходили лоси, кабаны. Вот от железной дороги. Я на лыжах ходил сюда, и вот это была тропа лосей и кабанов. В 60-х годах сюда возился гравий на эту дорогу. Мы сами раскидывали на тележках с ведрами, с лопатами этот гравий. «Флора-2» никогда не принимала участие. Безусловно, тогда «Флора-2» и не могла принимать участие в освоении территории «Восхода-4», поскольку появилась намного позже. Но внести свою лепту могла. В 2007-м году, когда восходовцы решили за свой счет асфальтировать проезд, а это, между прочим, без малого 3,5 километра. Такие масштабные работы и за бюджетные средства получить не каждой дороге повезет. Когда мы ее осметили, стоило у нас 3 миллиона 250 тысяч рублей. Асфальтировать дорогу. Начали в народе, да вы что, где такие деньги? Ну, прокинули, по 15 тысяч. О, 15 тысяч! Ну, говорят, ребята, не переживайте, на три года. Я предложил председателю «Флоры-2» совместно поучаствовать в асфальтировании этой дороги. У нас 240 участков, у него 70. И если это все сложить аккуратненько, то это получится уже не по 15, а по 10, по 12. Все это так. Нет, сказал мне господин Прогрюрдов. Эта дорога федеральная, и ничего вы здесь, ничего я платить не буду. Вы откроете, и я буду ездить. За 12 лет былой шик и блеск нового асфальта сохранился, разве что, в воспоминаниях садоводов. Потому что содержали дорогу только они, а пользовались не только. Ведь дорога дышит. А они ездили. У нас есть все фото, где застряли эти машины, и что они с этой дорогой сделали. Предложения о совместном содержании дороги, по словам представителей «Восхода-4», соседям высказывались неоднократно. Вопрос даже выносился на общее собрание «Флоры-2». Но стороны так и не договорились. Они не участвовали ни один раз в ее поддержании, а наоборот, даже ее разрушали. Это начиная от грузовых машин проезда. К пригороду я лично подходила, когда у нас слушания были в Славии, и говорила, что вот мы пенсионеры, и мы платим за дорогу, а вы так ездите. Он говорит, ну и что? Общее собрание у нас открыто для всех. Придите, поговорите. Это сладкое русское слово, наверное, халява. Мы очень долго делали свой проект межевания, все эти вопросы согласовывали. Мы самые последние. Они ездили через нас. Я хочу сказать следующее. Почему мы должны на эту, как вот сказали, халяву пропускать этих людей? Надо заметить, что не все садоводы в СНТ «Флора-2» разделяют позицию своего председателя не участвовать в содержании проезда. Когда они ремонтировали эту дорогу, он же не доводя нас до собрания и не говоря, что люди, вот такой вопрос встает, будем участвовать в дороге или не будем. Он просто-напросто сказал им, ну в такой беседе сказал, нет, участвовать не будем, и все, и до нас даже не донес. Мы даже и знать этого не знали. Все вокруг колхозное, все вокруг мое. Председатель СНТ «Флора-2» Василий Пригородов отказывается вкладывать средства, поскольку убежден, что дорога через Восход-4 – это федеральная собственность и относится к землям лесного фонда. Как мы успели убедиться в процессе общения, Василий Пригородов в правовом и документальном плане человек весьма подготовленный. Показывает нам письма из областного комитета лесного хозяйства, из федерального агентства, вроде бы подтверждающие, что часть восходовского проезда и правда попадает в зону лесоотвода. Мы справились о принадлежности земельного участка в публичной кадастровой карте. Там указано, что вся искомая территория СНТ «Восход-4» – это земли сельхозназначения. В ответ были задавлены железобетонными аргументами. Вы откуда знаете, публичная кадастровая карта вдруг не является документом? А нет, да? Нет, конечно. Она не является документом. Есть еще документ, реестр леса, который называется. Ну, хорошо, в дальнейшем постараемся избежать ненормативной документации. Заглянули мы в этот самый лесной реестр – карту лесоустройства за авторством федерального учреждения Рослесинфорк. Вот, пожалуйста, территория СНТ «Восход-4» с проездом посередине, а вокруг лес. Вокруг, но не внутри. И еще оказалось, что СНТ «Флора-2» и «Восход-4» между собой даже не граничат. Между ними как раз-таки участок леса и 400 метров линии электропередач. Нашлись и другие документы, подтверждающие, что проезд в СНТ «Восход-4» не относится к землям лесного фонда. Конкурирующая фирма, в нашем случае председатель СНТ «Восход-4» Андрей Волков, тоже, между прочим, бумагами-то вооружен. Вот показал, что еще в 79-м году решением Щелковского исполкома земли «Восхода» исключались из состава Гослесфонда. Этот восход потом разделился на «Восход-2» и «Восход-4». А проект межевания территории СНТ «Восход-4» в 2012 году и вовсе был согласован начальником управления лесного хозяйства Московской области. Представитель «Флоры-2» господин Шуверов привел нам еще один, как ему показалось, железный аргумент. Я вам рекомендую 20 каналов «Москва-24». Посмотрите репортаж. Там энергетики высказали свое мнение, лесфонд высказал свое мнение. Мы не считаем, что позиция коллег, ограничивающая доступ леса, обоснована. Никто не может запрещать другому лицу находиться на землях лесного фонда. Позвольте, а где здесь про «Восход-4», про администрацию Щелковского района? Господин Советников не сказал о них ни слова. Он лишь констатировал норму закона, с которой нельзя не согласиться. Да это вообще не дорога, в один голос говорят садоводы из «Восход-4». Это территория общего пользования нашего кооператива. И подтверждающих документов и из местных, и из областных структур тоже достаточно. Я на все эти вопросы имею свои документы. Пошел, взял документ, что это не федеральная. Ну какая федеральная? Федеральная это Москва-Ярославль. Муниципальная? Нет. Областная? Нет. Дорога эта не была никогда, потому что на балансе ни города, ни Мосавтодора она никогда не стояла. Она не подходит под определение дороги. Она не укладывается в этот норматив. Это был всегда внутренний проезд «Восход-4». Внутренний проезд. 150 раз сказано. Нет на балансе. Тогда вопрос к властям. Почему с 60-го года, если эта дорога какая-то федеральная, как говорит пригородов, государство не вложило ни копейки в строительство этой дороги, ни мешочка, ни ведерко гравия хотя бы, не говоря про асфальт? Эта дорога, только название литературное, нет куветов, ширина узкая, для машины не разъедутся. А шлагбаумов-то в СНТ «Восход-4» не один, а два с каждой стороны. Забавно, но ко второму автоматическому претензии никто из флоровцев не предъявляет. Может потому, что с ним можно как-то договориться, хотя бы через дежурного охранника. А тот первый – железка бездушная и на замке. Зато на нем можно злобу вымещать, никто не увидит и не накажет за порчу чужого имущества. «Были такие провокации, да смешного. Взяли, забетонировали личинку, там у нас вот есть шлагбаум. Забетонировали личинку, залили раствором и вызвали скорую. А кто забетонировал? Ну кто, ну не мы же ясно. Потом взяли второй раз. Хорошо, что наши заметили, поменяли замок. Скорая подошла, открыли, они так удивились, прямо такой вид был растерянный». «То есть у них постоянно идет дезинформация, что они пропускают». «Скорая к ним проезжала не один раз, также спецслужбы, даже более того. 1 июля случилось чрезвычайное происшествие, скажем так. Я вместе с каретой скорой помощи, проехав во Флору-2, в этом убедился. И на меня напал один из членов СНТ». «Восход против Флоры в Щелковском районе Подмосковья конфликт между дачниками двух поселков». «Не пускают они их все». «В Щелковском районе целое СНТ оказалось фактически отрезанным от мира. Дорогу, ведущую к товариществу, внезапно перекрыли. Пожарный въезд заблокирован». «Ситуация вообще у СНТ критическая». «То есть получается вы заперты?» «Мы заперты, абсолютно». «Флора-2 действительно в затруднительном положении, почти в западне. С одной стороны, железная дорога без переезда, с другой – еще один шлагбаум». «Чистое вымогательство. Чистое вымогательство. Миллион двести пятьдесят тысяч. А сами требовали три с половиной миллиона». Переходим ко второй части нашего расследования причин ссоры Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. Ой, то есть СНТ «Флора-2» и СНТ «Восход-4». «Караул погибаем, дорогу закрыли». Это лейтмотив жалоб членов «Флоры-2» нашим коллегам с федеральных телеканалов. После того, как летом 18-го года их автомобили уперлись в железный шлагбаум. А вот садоводы из «Восхода-4» крепко обижены на приезжих телевизионщиков. За слишком предвзятую и однобокую подачу информации. Ну что поделаешь, кто приглашал тот, что называется, и заказывал музыку. «Все документы есть, все до копейки. У меня мама, бухгалтер, ей чуть плохо не стало, после того, как вышел сюжет на «Россия-1», по-моему. Она звонила им и спрашивала, как же так? Вы даже документы не посмотрели. Вы даже не посмотрели документы». Они не посмотрели, а мы посмотрим. И вот, что прежде всего хотелось бы увидеть. Как известно, когда администрация предоставляет землю под коллективное садоводство, одновременно определяются и подъездные пути. Как к вам подъехать-то, Василий Петрович? «Вся суть в чем? Земельный участок мы получили в 92-м году. Постановление главы Шелковского района. Мы выделили земельный участок. В 92-м году. Проект у нас утвержден в 2005 году. Проект наш, в котором написано «Выезд к землям общего пользования по существующей дороге в Шелково-7 на улицу Неделина». Вот «Флора-2», выделен участок красным. Вот выезд предусмотрен. Существующая дорога вдоль ЛЭП садоводство на улицу Неделина. Выезд. Для СНТ «Флора-2». Землям общего пользования. Позвольте, а с 92-го до 2005 года вы как до своих дач добирались? По небу летали? Дальнейшее изучение правоустанавливающих документов СНТ «Флора-2» развернуло все дело так круто, что сама Агата Кристи не постеснялась бы взять сюжет для своих детективных бестселлеров. Итак, летом 92-го года глава администрации Щелковского района Николай Пашин своим постановлением номер 1077, запомните этот документ, действительно передал участок площадью 5,2 гектара садоводческому товариществу у платформы «Детская» Фрязинской ветки под организацию коллективного садоводства. Товарищество называлось «Флора» и организовано оно было годом ранее решением Мальцевского сельсовета. Был согласован выбор трассы подъездной автодороги сразу для нескольких соседних товариществ «Флора», «Детская», «Высотка», «Орешек», «Поляна» и «Надежда». Дорога должна была проходить в объезд дачных участков по полю, принадлежащему госплимзаводу «Лесные поляны», против чего последний не возражал. Повторимся, речь идет о садоводческом товариществе под названием «Флора». Вот схематично сегодняшние его границы, а вот они же, но на схеме 92-го года. Видим, что они за 27 лет практически не изменились. А где же тут «Флора-2»? На сайте СНТ опубликован устав, датированный 2009 годом. И там читаем, что до 96-го года «Флора-2» была «Флорой». Там у вас написано, что до 95-го года вы назывались «Флора». К сожалению, среди прочих документов пухлой папки Василия Петровича нужных нам не оказалось. А мы, чтобы проверить его слова о правопреемстве, звоним председателю СНТ «Флора» Александру Захарченко. Если они отделились к НОНу, то у него должно быть решение общего собрания о выделении юридического лица. У него есть такой документ? Если есть юридическое лицо со своим ИНН ОГРН, это отдельное юридическое лицо, и оно никакого отношения к другому не имеет. Это закон. Я не видел флора документов, в котором кто-то голосовал на создание НОН и юридического лица и выделение состава флора. Нет такого документа. И у него такого нет. Слова есть слова. Если они говорят слова, вы попросите, чтобы они подтвердили то, что они являются решением собрания, выделение в натуре какого-то участка, передача земельных площадей и прочее. Есть такой документ у них? Когда человек что-то утверждает, я Василия Петровича спрашиваю, покажи документ. Если у него был документ, он бы этим документом тряс бы перед камерой везде. И все-таки документ у Василия Петровича нашелся. Весьма любопытный, надо сказать, документ. О регистрации СНТ флора-2. Распоряжение Шенковского района. Посмотрел распоряжение, выписку из протокола общего собрания флоры от 1996 года. О выходе части членов кооператива СНТ флора и образование на его основе нового садового товарища СНТ флора-2 на земельном участке площадь 6,9 гектаров согласно письма ГПЗ Лесные поляны 137 об исключении участка ПАГСБ. Василий Петрович зачитывает нам с некоторыми сокращениями распоряжение главы района номер 47-р от 4 февраля 2009 года. А внесение изменений в распоряжение номер 511-р от 15 мая 1996 года. Получается, внесены они спустя 13 лет. Это внесение изменений вот в это распоряжение. Уже здесь была опечатка, так как не может проводиться собрание СНТ флоры-2 и протокол номер 3 тем более. У нас еще не было. Поэтому вот с этим распоряжением не следует исправить, что не флоры-2, а флоры собрания. Ну, во-первых, не о регистрации СНТ, а о регистрации устава СНТ. Во-вторых, посмотрите, как выглядел оригинал. Преамбула состояла всего из двух строчек, а стало целых шесть. Ничего себе, опечатка! Господин Пригородов показал нам почти слепую машинописную копию того документа, в который вносились изменения. Но мы нашли в Щелковском архиве его оригинал с синими печатями. И что же? А то, что к отредактированному спустя 13 лет распоряжению подшит, собственно, устав СНТ флора-2. Вот его титульный лист, тоже с синенькой печатью. И мы видим, что садоводческое товарищество флора-2 на тот момент уже существовало и имело свою печать. Устав был принят на общем собрании аж 11 января 1996 года и утвержден тем самым протоколом номер 3, которого, как утверждает Василий Пригородов, быть не могло. Но мы видим, что было. Так что в распоряжении Василий Петрович никакая не опечатка. А вот что за сила заставила работников администрации спустя 13 лет переписать абсолютно легитимный документ, да еще и подписать его у главы района, одному богу известно. Ну и тому, кто 10 ноября 2008 года подписал то самое обращение в администрацию от имени СНТ флора-2 за номером 4915С. Возможно, существуют еще какие-то документы в пользу флора-2, но, к сожалению, нам их не показали. Для чего все это было нужно? Для того, чтобы узаконить СНТ флора-2. Ведь исправленное распоряжение номер 511Р это основополагающий учредительный документ СНТ, которым оно было зарегистрировано. Вот выписка из реестра юридических лиц. Видите дату? До нее все документы относились к садоводческому товариществу флора, которое надо было как-то привязать, прикрутить к флоре-2, чтобы в дальнейшем пользоваться ее проустанавливающими документами. Вот смотрите. На уже упоминавшемся постановлении номер 1077 92 года о передаче СТ флора участка земли под садоводство базируется важнейший документ для членов СНТ флора-2. Постановление 3405 от 17 ноября 2009 года о приватизации их участков. Да и в редакции устава от 1996 года, утвержденном распоряжением 511, ни слова не сказано, что до того момента флора-2 называлась флорой. Исходя из документов, получается, что она была образована раньше 15 мая 1996 года. Мы уж не говорим, что и площадь участка флоры-2 в разных документах разная. 5,2 гектара в 92-м, 5,95 в 96-м, 6,9 в 2001-м, 6,65 в 2009-м. И если уполномоченные органы докажут, что флора-2 никогда флорой не была, трудно даже представить, что ждет ее садоводов. Человек сам сидит, у него свои печати, свои бумажки, он что хочет, то рисует, что хочет, так и отчитывается. Вопросы вызывает и еще один документ. Постановление главы района номер 25-15 от 12 августа 2005 года об утверждении проекта упорядочения территории СНТ Флора-2. Помните, о нем говорил нам господин Пригородов, показывал карту. Так вот, одним из оснований для этого постановления было решение градостроительного совета при главе Щелковского района от 18 июля 2005 года. Протокол номер 15. Мы дважды искали в Щелковском архиве этот документ. Не нашли. Все к тому, что в указанную дату градсовет не проводился, а также ни на предшествующем, ни на последующем заседаниях никакие вопросы, касающиеся СНТ Флора-2, не рассматривались. И протокол номер 15 в том году не выпускался. Их было всего 10. Не удалось найти в местных учреждениях архитектуры и градостроительства и самого проекта упорядочения территории СНТ Флора-2. Вероятно, он остался в единственном экземпляре у Василия Пригородова. Но в таком случае читайте внимательней, Василий Петрович. Там черным по белому написано. Восходу 4 выполнит землеустроительное дело с учетом обременений по совместному пользованию автодорогой с СНТ Флора-2. А совместное пользование предполагает и совместное содержание. Мы не будем утверждать, что правоустанавливающие документы СНТ Флора-2 сфальсифицированы. Пусть это выясняют соответствующие органы. Но то, что все эти странные изменения в документах СНТ Флора-2 стали происходить только с 2006 года, это верно. Причем после того, как в суде при попытке приоритизировать свой дом в СНТ Василий Пригородов узнал, что земельный участок СНТ Флора-2 на законных основаниях не предоставлялся, а является государственной собственностью и находится на праве хозяйственного ведения в постоянном бессрочном пользовании госплемзавода «Лесные поляны». Вот и пытается председатель СНТ Флора-2, очевидно понимая, что его правовые позиции не так уж и крепки, как кажется, всячески раскачивать лодку соседей. Судится с ними по любому поводу, пишет жалобы в правоохранительные органы. Правда, до сих пор ни одна из них не нашла оснований наказать «Восход-4» за то, что перекрыли проезд. Не так давно, в ноябре 2019 года, Василий Пригородов снова проиграл дело в арбитражном суде. Не удалось ему оспорить легитимность постановления администрации Щелковского района 27 апреля 2018 года номер 2295 о предоставлении в собственность бесплатной СНТ «Восход-4» земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования этого СНТ. Московский арбитражный суд принял решение, что постановление главы администрации правильное в рамках закона. Кроме всего прочего, арбитражный суд Московской области установил, что принятие этого решения о передаче нам собственность этого проезда, этой земли, не нарушает прав СНТ «Флоры-2». Не нарушает прав СНТ «Флора-2». Значит, это дело из своего актива председатель ее может вычеркнуть. Мы вообще обратили внимание на двойные стандарты, которыми оперирует господин Пригородов. Когда в его интересах документ – это доказательство. Но как только правовой акт идет вразрез с его мнением, он тут же ставится под сомнение. Публичная кадастровая карта – не документ, предписание именимущества – формальность. Согласование Министерства имущественных отношений, да, еще? Да, готово объяснить. Да, если можно пока я считаю. Согласование, так сказать, оно является формальным. Показал нам Василий Петрович еще одну бумагу в свою пользу – постановление о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных должностных лиц администрации, выпустивших постановление номер 2295. Но решения по нему на момент подготовки этого репортажа нет. Поверьте, мы много всего выслушали от разных людей о тонкой душевной организации Василия Петровича Пригородова. И очень хотелось задать один вопрос членам СНТ «Флора-2». Такая возможность представилась. Как вы его избираете-то столько лет? Каким образом? Если столько к нему притянется. Вы знаете, мы его не избираем. А вот так вот. А вот так вот. Вот на пошлительном собрании мы, например, его не избрали. А через неделю уже висит на сайте то, что он избранный. Как начинаем голоса подсчитывать – удивительно. Он же их и считает. Ну да. Вернемся к делам дорожным. Но перекрыл восход 4 проезд. Но неужели никакого другого пути доехать до «Флоры-2» и, соответственно, выехать из нее нет? И жители действительно оказались в блокаде. Пошли искать. Внутри самой «Флоры-2» дорога шикарная. Только никуда не ведет. В конце улицы шлагбаум. Еще один. Оказалось, это СНТ «Детская» тоже перекрыло садоводам из «Флоры-2» проезд по своей территории. Потому что они сами первые закрылись от нас. От нас они закрылись первые. У них там был сначала шлагбаум. Чтобы мы не ездили туда через Фрязино, через Бес. У нас просто некоторые во Фрязино живут люди, некоторые. Немного. А потом мы от них закрыли. Вы им предлагали там на каких-то условиях финансовых совместно задержать правила? Ну, знаете, мы собирались. Мы собирались еще при Гоняеве. Собирались при предыдущем. Мы это все обсуждали 20 раз. Предлагали. В общем, все им предлагали. Но деньги платить он не хочет. Потом мы сказали, что и нам тоже не надо, потому что деньги нам не вносят. Поэтому на ремонт дороги ездят их большегрудные машины, а мы не можем обслуживать одни на всех. Вот это поворот. Получается, Василий Петрович, вы через свою территорию людей пускать не хотите, а с других требуете открыть вам все пути дороги. Как мы выяснили, не только детское, но и другие граничащие с Флорой-2 товарищества тоже отгородились от нее воротами, замками и шлагбаумами. Ну, нет оснований их пускать через нашу территорию. Мы как бы пытались там, ну, в каких-то экстренных случаях-то мы идем навстречу. Там бывают ситуации, когда надо помочь там в медицинских целях, там в других таких. Вот, а сплошным потоком, чтобы ездили через нас, сами понимаете, никому не интересно. Если он не хочет делать себе дороги, то это его проблема. Мы свою дорогу отсыпаем, уже 15 лет, каждый год отсыпаем дороги. Три садовых товарища заключили договор между собой. Нанимаем рабочих, берем материал, засыпаем, мы дорогу все сформировали. Он не хочет этого делать. Он же разругался, он думался со всеми соседями. Вы же слышали? Ну да, ну что говорить, все от наших шлагбаумов отгородились. А почему от вас отгородились все соседи? Вы не думаете, что дело в вас, они в них? Нет, в них. Они отгородились. И вопрос, почему? Да потому что вариант подъезда к домам Флоры-2 есть. Через поле. И они об этом прекрасно знают, хотя нас пытались почему-то убедить, что не имеют права там ездить. Наличие альтернативного пути установлено и тем же судом в 2019 году, и по результатам нескольких выездов администрации района в 2018. Да и, наконец, если они считают себя правоприемниками СТ Флора, то с 1992 года именно по этой грунтовке вдоль поля им и положено ездить. Мы видели этот вариант пути. От улицы Броварской через микрорайон Южный города Ивантеевка и затем по полю в объезд садовых кооперативов. Мы там проехали, даже немного разогнались. Пожалуй, да. Весной и осенью для легковушек такая трасса может стать непреодолимым препятствием. Зато на ней шлагбаума нет. Езди сколько хочешь. К тому же владельцы поля, что тогдашний, что нынешний, говорят, не возражают. С Золотой Нивы, как нам известно, имеется согласование, которые написали письмо, что они согласны, чтобы там, по краю вот этих вот 300 метров, прошла дорога. А садоводы и соседи, представьте себе, не только не возражают, но и тоже хотели бы пользоваться этим маршрутом. Но для этого проезд надо надлежащим образом оформить. Председатели СНТ «Высотка» и «Орешек» рассказали, что осенью 2018 года вариант обустройства грунтовки рассматривался на выездном совещании районной администрации и союза СНТ. Часть дороги, о которой идет речь, уже существует, по этим частям дороги ездят СНТ «Орешек», «Надежда» и «Поляна». То есть они своими силами часть дороги обустроены, но она не узаконена. Вдоль забора надежды. То есть между вот этой грунтовой дорогой и территорией, обозначенной вот как СНТ. Вот здесь она идет по зеленой полосе. Вот она практически, вот эта дорога существует, рабочая. Вот до поворота, вот здесь до угла. Также существует дорога вдоль СНТ «Флора-2» и вдоль СНТ «Высотка». То есть там есть, остались участки грунтовки, которые, собственно, надо съединить. По нашим сведениям, значит, согласовано это все было уже с владельцем нынешней земли, подступающей к этой дороге. Это «Золотая Нива». И все было отправлено в Московское областное правительство. Дальше нам неизвестно, какие решения. Мы вот обращаемся к главе администрации Горелого Сергея Викторовича с тем, чтобы рассмотреть вот этот альтернативный вариант, который, возможно, устроит всех. У нас есть необходимость пользоваться этой дорогой. Разрабатывался проект пяти вариантов альтернативных дорог, которые, в принципе, тоже мог устраивать «Флору-2». Ну, они так и продолжают долбать. Вот «Восход-4». В чем выгоды, я пока не могу сказать. Другие садоводы из «Восхода-4», в отличие от председателя, не столь дипломатичны. Они показывают на многоэтажку на улице Неделина, в прямой видимости от шлагбаума, где мы стоим. Вот посмотрите, пожалуйста, дом. Это дом господина Пригородова, Ишуверова зама. И этим все сказано. То ему нужно ехать по дороге, а тут, пожалуйста, вышел в тапочки, сел и поехал. Ну, дорога, ребята, правда, очень нужна. Просто невозможно без дороги. Если оно какое-то решение должно быть, хоть какое-то. Многие живут, многие работают. Ну и как-то больницы, продукты, магазины. Сейчас вот внукам подарки надо покупать. А как отсюда выехать? Никак. Это, Василий Петрович, говорит ваш садовод из вашего СНТ. На вас надеется, как на председателя. Но пока в товариществах согласия нет. Все, кто подключался к изучению конфликта двух СНТ, приходили к практически идентичному выводу. Ребята, надо договариваться. Есть такое понятие, что для того, чтобы к чему-то прийти, надо всем собраться. Да, да, да. И это совершенно логично. Так что и мы не будем оригинальны, если напомним фразу из любимого детского мультика. Ребята, давайте жить дружно. Вы же соседи. А в народе говорят, близкий сосед лучше дальней родни. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.